Дорогой наш Кузьмич, купим мы тебе москвич! Такую кричалку хоккеисту Снежинки Анатолию Кузьмичеву придумали молодые коллеги по клубу, когда только начинали играть вместе. Сейчас второму вратарю команды 72 года, но на пенсию он не собирается, продолжает защищать свои ворота. На первом матче турнира русская классика Анатолий – почетный гость. Вбрасывание! Есть, друзья, аплодисменты! Первое вбрасывание выиграла Снежинка, но гости не растерялись и быстро перехватили инициативу. Уже через пару минут «Армада» открыла счет. Шайбу с подачи капитана команды Андрей Иванова забил Сергей Попов. Успешно завершить немногочисленные атаки горковским хоккеистам не удалось. Первый период завершился со счетом 2-0. Удача сегодня на стороне команды «Армада». Они более, я так думаю, более собранные. Мы тут дома у себя чуть-чуть подрасслабились, были немножко озадачены подготовкой. Сами видите, резко испортились погодные условия. Мы не всегда видим шайбу, на интуицию ее передаем. Хорошо мы такая тренированная, с влаченной командой. У нас пока удается вести в этом матче. Во втором периоде игроки Снежинки забили первую шайбу в ворота «Армады». Но спортивная удача по-прежнему оставалась на стороне гостей. К концу второй 20-ти минутки счет на табло 4-1. Вперед, Снежинка! Вперед, Снежинка! И хотя болельщики Снежинки без устали скандировали кричалки, горковским хоккеистам это не помогло. Ошибки в обороне, несогласованные атаки, плохие погодные условия. Хозяева поля – клуб «Снежинка» уступили сборной главы Одинцовского района «Армаде». Первый матч турнира «Русская классика» завершился со счетом 2-7. Впрочем, главная цель ледовых баталий – не победа, а развитие массового спорта. У нас уже более 600 детишек занимаются. Мы видим, как расписаны ледовые арены. И очевидно, сейчас дефицит. Нам надо строить 2-3 еще ледовых арены, потому что всех желающих мы удовлетворить не можем. Причем занимаются не только дети и подростки, но и люди старшего поколения, среднего возраста. Все группируются в такие любительские команды и хотят свое свободное время после работы проводить в хоккее. В поселениях Одинцовского района залиты 52 хоккейные коробки. Следующий матч «Русской классики» пройдет на одной из них уже через неделю. Субтитры создавал DimaTorzok